Не могу не поговорить о Навальном, хотя потому что огромное количество вопросов было ко мне на эту тему. Я не являюсь адептом и сторонником Алексея Навального, но в сложившейся сейчас ситуации я присоединяюсь к тем, кто требует его освобождения. То, что случилось в кладовке Химкинского РУВД и то, что называется судом, на самом деле было абсолютным фарсом и профанацией правосудия. Если мы так пойдем дальше, то в скором времени в каждом отдельном общественном туалете Российской Федерации будет заседать судебное заседание и судить людей по любому поводу. Вот поэтому я присоединяюсь к тем, кто требует освобождения Алексея Навального. Нужно нормальное, открытое, гласное разбирательство, а не то, что случилось в этой кладовке. То, что касается мероприятия, намеченного в Уфе на 23 число, не могу сказать, насколько оно будет многочисленным. Напомню, что оно абсолютно не санкционировано и потому каждый выходит на него, отдавая себе отчет в том, что может пострадать и может быть задержан полиция и так далее. Но мне самому любопытно, насколько население все-таки у нас продвинулось в этом сознании того, что так жить дальше нельзя. Вот количество этих людей покажет. Ну и тут, конечно, наложится погода. И еще один фактор, который у нас может сыграть в пользу массовости этого мероприятия, это, конечно, вопрос с отоплением. В последнее время вот это вот все, то, что случилось с платежками ЖКХ, в определенном смысле прибавило огня всей ситуации и многие выйдут на протест только потому, что это удобный случай и вовсе не за Навального, а потому что они хотят показать власти, что они с чем-то не согласны. В общем, 23 января покажет, насколько этот процесс запущен в России возвращением Алексея Навального и насколько вообще страна готова к какому-то протесту, к изменениям, к требованию этих изменений и предъявлению претензий властям, которые, прямо скажем, поднакопились. Редактор субтитров А.Семкин